Благодарю за донат, человек с никнеймом фанат группы Виконт. Текст доната. Мося, здравствуй, про этого вокалиста истинный маг говорил, что он не умеет петь и ловить петуха. Знакомься, Христом Богом молю. И выскажи свое мнение. Таймкод есть в описании видео, 907. Спасибо, что таймкод отдельно и текстом, и ролики, короче, он есть. Потому что, ну, мне иногда так, это удобно, иногда так. Значит, смотрим. Про онлайн-концерты вообще хочу отдельный ролик снять. Надеюсь, будет кому интересно. Потому что я еще буду не только вокалиста здесь слушать, а еще и смотреть, так сказать, кейс онлайн-концерта. Ха! Ну, это просто фальцет, причем без вибрато. И, в общем-то, и все. То есть это в ноту, но... По звуку сделано очень странно, кстати говоря, то, что вокал орет в итоге громче всего. То есть микс звучал, в принципе... ... Типа нормичная, мне кажется, гитара тиховата. Причём там две гитары, и они обе такие тиховатые. Там вокал орёт. Блин, интересно, это реально такие волосы или это парик? Ну, свят. Типа есть немножко, то есть не свет, а свят. Ну вот тут все вибраточи пошли, и это вокал уже. Вокал в унисон отстой. Ну здесь, не знаю, кто звукорежиссёрил. И почему сделали именно так? Ну, то есть, вообще, как бы, это норм звук. Но, ну хз, смысл делать на ютюбе и делать звук, как в телевизоре. То есть, вот на телевидении рок-группам всегда гитару делают очень тихо. То есть, составляют барабаны, вокал и какой-то там, типа, полубас, полу какая-то там фигня вся остальная. Здесь, в принципе, сделано точно так же. И это довольно не клёво. То есть, хочется бас, гитарку, и чтобы всё это было в балансе. То есть, здесь скорее, знаете, как получилось? Вокал на переднем плане и всё остальное меньше. И при этом из всего остального больше всего слышно барабаны. То есть, здесь просто по звуку подстава жёсткая. Не знаю, ну, не Соколу говорить о том, что этот человек не умеет петь, типа. То есть, конечно, здесь можно докопаться, но в целом это весьма хорошо. Ложь рождает ложь, сердцу не соврёшь, и за гранью кулис прожигаешь жизнь. У меня такое ощущение, что даже компрессора мало на вокале просто здесь. Вспомни, как ты говоришь. Но зато довольно прикольная тема вот с этими камерами. Вот мне интересно, это онлайн-эксперимент. То есть, они как бы находятся либо в одном помещении, либо как-то должны в наушниках друг друга слышать, либо как это вообще просто сделано. Life in Matrix. То есть, они как бы должны находиться, наверное, в соседних помещениях, как-то друг друга слышать. У гитариста при этом наушников, ну, я не вижу их визуально, но есть микрофон. То есть, как он там слушается? Просто под барабаном? Что ж, смотри, зал сегодня нелюдим и на сцене ты... Басист вообще как будто дома, там у него калик стоит, либо он, наверное, не дома, а, скажем, не знаю, может, у них какая-то своя студия, типа, есть, что-то в этом роде. То есть, допустим, барабаны в одной комнате, вон там в наушниках, соответственно, лупасят. Басист в предбаннике, например, то есть, условно, есть комната студийная, то есть, там, где вообще все должно происходить, ну, условно, барабаны где стоят. Есть условный предбанник, и, наверное, есть еще одна комната с музыкантами. Ну, почему тогда, типа, басист где-то вообще отдельно, причем его снимает прям камера, то есть, именно, не статичная, его кто-то снимает руками. Гитарист, статичная камера, и где-то, ну, не пойми где, короче. Без наушников при этом. То есть, просто, как это сделано, интересно, что за бред такой. Флейту при этом херово слышно достаточно, но он и далеко от микрофона при этом. Трое снизу из Москвы, верхний из Калининграда. Ну, онлайн это сделать невозможно. То есть, чтобы просто было понимание. Если... Нольдор, спасибо большое за донат. То есть, да, сегодня есть нейросети. Да, сегодня технологии, которые нас удивляют и впечатляют. Да, там еще что-то. В реальном времени из разных мест онлайн синхронизировано это невозможно. Такой технологии нет. То есть, технологии, которые либо с минимальной там задержкой, скажем, 10 миллисекунд, либо что-то такое. То есть, и чтобы это именно было синхронизировано как-то. Я просто даже не представляю. Мне кажется, даже телефонная связь недостаточно быстро работает. То есть, даже два суперскоростных интернета с каким-нибудь очень идеальным пингом, и там, скажем, в Дискорде как-то созвониться, вывести один звук туда, другой туда. То есть, мне кажется, это вообще невозможно. Прочитай про Нинджем. Архитектура помех в интервальной сети. Механизм обмена аудиоданными через интернет не в реальном времени с механизмом синхронизации, основанным на музыкальной форме. Сжимовать через интернет. Пионер концепции помех в виртуальном времени. Чего вообще? До 2005. Ну, слушай, я не верю, что в 2005 году они придумали уже какую-то типа прям полноценную историю, которая компенсирует задержку. Сейчас, одну секунду, звонят. Ща, так, звоночек порешали. Ну, мама звонила. Ну, чё, это важнее. Правда, близнец? Да, блин, у меня таких близнецов любая металл-группа в России. Всё не так, и ты сыграл чужую роль. Блин, вот эти чужие роли, я не могу. Вот просто слушаешь одну группу, другую, третью, пятую, один и тот же текст везде вообще. У них один, примерно, у них вот словарь где-то из слов 100 или 200, и вместе сразу со словосочетаниями некоторые. То есть бой с судьбой, там, сыграл чужую роль. Вот у них, походу, один на всех. Так, боль, огонь, то есть что-то такое должно быть в рифму. Помни, как ты говорил тогда, я актёр ошибок, я игра. Что ж, смотри, зал сегодня нелюдим, ты на сцене, ты один. Ну, я один. Боже мой. Нет, чел поёт нормально, но... Вот без шуток, как гачи-миксы делаются, примерно вот из 200 кекных, как бы, фразочек. Вот русский металл, типа пауэр-метал, там, хэви-пауэр, вот он так же делается. Самая печаль здесь, это, конечно, звук. То есть, ну... Не знаю, просто, возможно, здесь даже, скажем, хороший звукорежиссёр какой-то всё это делал, но, типа, плюс-минус обычный, либо концертный звукорежиссёр, либо вообще звукач, там, студийный, либо они сами как-то это сделали. То есть это не чел, который именно может в режиме... Ну, то есть, или может, или знает как, или я не знаю. Ну, просто, мне непонятно, как это сделано. Но, типа, звук в режиме реального времени на онлайн-концерте, конечно, хотелось бы, чтобы не так звучал. Вот, а здесь сделано не... Ну, не очень, не очень просто сделано, и всё. Один вокал. Ну, слушается это просто срато весьма. То есть, даже если бы он суперидеально пел, это всё равно было бы отстой. Ну, это просто... Просто фальцет, то есть, это... Это не микс, там, точно никакой-то. Причём, у него плоский такой, то есть, он даже не с вибрато это делает. То есть, там можно... Какие-то такие приколы замутить, если уж хотя бы фальцетишь так. То есть, металл! Да, типа, но... Здесь, ну, ещё попроще всё. То есть, он просто её тянет и тянет, как бы, чтобы не обосраться точно. Это называется. Вообще, микс там это, типа... А-а-а! Сейчас, ну, я не смогу! Сейчас я сподливо и обосрусь. То есть, смотрите, ты смешиваешь... Типа... Во-а-а-а! обычно делает вокалист то есть остальные делают ну не что-то сложное но что-то допустим там туповато муторное то есть гитарист может быть там сидит какие-то гаммы гонять должен в идеале там ровно там что-нибудь такое да там соло какой-нибудь палить иногда так похоже сидеть вот так вот просто дрочить колбасу басисту тоже соответственно 90 процентов времени вот так и одну какую-нибудь проходочку сделать типа и все клавишники тоже не сказать что что-то супер сложное делаю то есть поливчики какие-нибудь дрочить и поэтому просто заполнять все остальное время иногда подпеть бэки причем это даже не бэки а просто дублирование основного вокала что довольно отстойно барабанщик соответственно ну типа просто ровно вот так вот как бы лупось it то тут тут это тут и все и потом тут не будешь мне кажется меня задержка сейчас даже черт вы говорите про звук на расстояние без задержки у У меня сейчас, я без расстояния с этим ноутом, я себя слышу с задержкой, сука, из-за этой программы, блин. Неужели реально, ну, то есть, вот просто мне интересно, объясните принцип, как это вообще может работать? Вот ты говоришь, типа, по гугле, там, условно, окей, какой-то джем-казам, там, не знаю, что это вообще. Как можно именно это замутить в режиме реального времени? Мне вообще кажется, еще раз, особенно учитывая, что гитарист без наушников, при этом у него микрофон, и при этом в него была как-то записана флейта. То есть, это вообще, это супер подозрительно, это как вообще это возможно? Он, то есть, получается, слушает что-то через какую-то колонку, при этом эта колонка не приходит адским шумом в этот микрофон, который, как бы, вроде бы всенаправленный. Басист тоже прыгает без наушничков, при этом его снимает почему-то, басиста почему-то снимает динамическая камера. Дефекционер, спасибо большое за донат. То есть, всех остальных снимает статичное, на басиста почему-то, басиста снимает кто-то, видимо, на мобилу руками. Почему вообще просто? Ну, я уже говорил про это. То есть, просто это... Это, типа, любой из вас может спеть. То есть, вот это, именно чем это бесит, когда поется фальцетом? Дефекционер, кот Барсик, спасибо большое за донат. Когда это поется фальцетом, причем вот так. То есть, чел в данном случае, в данной ноте, он даже не пытается прикинуться, что он делает что-то вокально сложное. То есть, челики, которые, как бы, по-хорошему, как это должно петься в такой музыке, это должен быть микс всякий там, с вибрато. То есть, это должно быть, как бы, отточенный, мощный такой, как бы, жесткий вокальный прием. Иногда, даже в хорошей, в норм музыке, бывает, что челики это делают фальцетом, но они при этом его очень эффектно маскируют. Либо, соответственно, ну, то есть, к фальцету хотя бы ты добавляешь всякие вибраточи, всякие там еще что-то, ну, то есть, мощь там, форсируешь, там, не знаю, еще как-то делаешь. Вот. А тут он просто... Типа, ну, и че это? То есть, есть стилхартачи всякие там, те же самые, да? То есть... Нормально, видите, изобразить, у меня блеяние получается. А здесь, то есть... И у него прям мощно! То есть, это вот, типа... То есть, это именно очень умелое обращение с этим приемом. Это фальцет! Я не знаю, кто мне говорит, что это, типа, микс какой-то. Да ну, вообще, забейте, ребят, вы че? Ну, понятно, любой микс, он подразумевает какую-то примесь фальцета, просто вопрос соотношения. Это, типа, как... Не знаю даже, с чем сравнить. Ну, типа, стопроцентный хлопок или, там, 10% хлопок, 90% синтетика, короче. Если это что-нибудь такое. Вот. И вопрос, как бы, в соотношении. И, ну, просто в умении, соответственно, в качестве того, что получилось. Здесь это сделано самым прям тупым, легким образом, даже без попыток именно изобразить, что это... То есть, когда челики фальцетят вот так, они обычно мимикрируют под микс, чтобы это круто звучало. И, типа, иногда это работает, и прикольно. У говнида, типа, так и делается, там, да, по сути. Хотя максимально на рафляных щах, и очевидно, что это все спето не как надо, а, типа, стебно. Но тут, ну, как бы, это хз. При этом, в среднем, чел боет нормально, хорошо. То есть, ну, опять же, там, Сергей Сокол, оно было написано в донате, типа, его как-то там что-то вообще сказал про него. Но это вообще смешно, то есть, я не знаю, как бы... Говорю, самое смешное в Сергее Соколе, это не то, что он, например, не умеет разговаривать, а то, что он, не умея разговаривать, будучи просто конкретным конченым дизлексиком, несмотря на то, что пять лет занимается Ютьюбом, он кого-то другого умудряется критиковать за то, что, типа, этот кто-то другой не умеет разговаривать. То есть, именно, вот, типа, на тему той самой компетенции, которая у тебя нулевая. Одно дело, когда, даже если я, например, не могу, там, буквально точно так же вокально изобразить, но я хотя бы, типа, шарю, как, там, музыкант, мультиинструменталист, звукорежиссер, там, еще что-то, то есть, просто с других ракурсов даже могу взглянуть, и... Ну, это хоть как-то еще будет честно. Хотя, тоже, типа, по-хорошему, понятно, что люди, в идеале люди требуют, что если чел какой-нибудь кого-то критикует, он, типа, сам должен уметь лучше это сделать. Не обязательно всем таким людям что-то доказывать, но, с другой стороны, это, честно говоря, нормальная относительно реакция. То есть, типа, либо покажи, как лучше, причем на себе в идеале, ну, типа, либо просто слушать будут не все, а, типа, те, кто понимает именно, насколько ценна инфа, вот и все. Короче, Сокол так же, собственно, и с вокалом. Он сам выкладывает себе на канал, как бы, не случайно на стриме что-то сделанное, именно, не ошибки какие-то, а, типа, как пример хорошего вокала, он выкладывает пример откровенного просто блеяния, петушни и, как бы, стыда. И это до сих пор в открытом доступе у него лежит, там, это «Плыть в серебре», где он поучает, сука, Дубинина петь. То есть, вот это самое смешное в Соколе. Ладно бы он просто был бы самоуверенный баран, который, типа, плохо поет и думает, что он хорошо поет. Он не просто думает, что он хорошо поет. Он думает, что он может других учить и другим предъявлять. То есть, вот это очень смешно. И, как бы, какой бы ни был вокалист от Сокола, это просто вообще, ну, очередной позор, что он, в принципе, об этом что-то сказал. Спасибо, дефекционер. Вот. Я скажу так, то есть, вопрос был в донате, ну, типа, ознакомься и выскажи свое мнение. Сокол говорил, что не умеет петь и ловит петуха. Петухов я здесь не слышу. Неумение петь я здесь тоже не слышу. Здесь приличный окейчный вокал, за исключением просто вот этого вот фальцетного момента, который, ну, типа, кринжеватый. И еще раз, здесь самые худшие условия, на самом деле, для вокалиста, потому что все его огрехи слышны суперчетко, просто из-за того, как звукорежиссер сделал звук. То есть, это все весьма коричнево. Судить, рассуждать, осуждать нехорошо, какая разница? Ну, в экспертности, очевидно. То есть, на самом деле, нет, ты можешь делать, что хочешь, просто какие-то твои действия будут позорными, а какие-то твои действия будут уважаемыми. Вот и все. То есть, если ты говоришь о том, в чем понимаешь, в чем разбираешься и выдаешь какую-то дельную базу, информацию, там, какую-то классную, если ты, ну, как бы, плюс, если вещаешь на людей, которые хотят это слушать, а не, там, мамке своей рассказываешь или еще кому-то. То есть, правильный подход к правильным людям и вот это все. Ну, тогда все четко и ты уважаемый, респектовый, как бы, легендарный. Вот. А если, соответственно, ты душишь какую-то залупу, причем тому человеку, который ее особо и не хочет слушать, ну, как бы, всегда будешь просто натыкаться на дерьмо. Особенно, если, опять же, если еще и в теме, в которой ты, очевидно, не разбираешься. То есть, как, например, там, опять же, вот почему мы смеемся чаще всего с того же Сокола? Просто потому, что он очень часто пытается в попытках усесться на любой хер за хайпом просто вещать на тему, в которой он вообще не понимает. Но раз все это обсуждают, то и я буду. То есть, грубо говоря, когда начинается ковидло, стать тут же вирусологом, хотя до этого вообще не интересоваться этой темой, вот это кринж, то есть полный. Когда начинается, там, еще какое-нибудь событие, стать экспертом в этом событии тут же моментально. То есть, вот это вот, типа, то, что делают большинство людей, и это, в общем-то, самарский стыд вообще лютейший. Вот. Но то, что ценно всегда, и то, что там и по телевизору всегда будут показывать, и просмотров на Ютьюбе это тоже будет больше всего собирать. В момент какого-то общественного интереса к какой-то теме самое интересное это мнение реального эксперта. То есть, если выходит фильм Чернобыль, сука, мы хотим послушать работников Чернобыльской АЭС, например, или работников атомной индустрии, реальных людей, которые именно разбираются в этой теме и могут как-то интересно прокомментировать. То есть, эксперт. То есть, даже на телевидении всегда есть такая тема, типа, приглашенный эксперт по теме, которая сейчас обсуждается. Вот. Соответственно, опять же, люди могут быть, там, недовольны, им может не нравится, что говорит чувак, но в любом случае, типа, эксперт есть эксперт. И все. Вот, собственно, поэтому в чем разница между сидеть, срать, как бы, в комментах высказывать свое мнение и критиковать? Ну, просто вот в степени того, насколько человек разбирается. Если человек разбирается в теме, он никогда не будет даже время свое тратить на то, чтобы в комментах что-то кому-то доказывать, потому что его время стоит, типа, там, денег, и он просто пойдет лучше поработает, потому что это дороже. Типа, просто выгоднее этим заниматься и полезнее, и, там, канал свой будет вести, свою какую-то соцсеть, еще что-то. Если человек эксперт в теме, ну, то есть, реальной, соответственно, если просто челик из комментов, это чаще всего, там, кто-то самовыражаться пытается за счет ютюбера или, там, ну, контент-мейкера, еще чего-то. Ну, в моем случае я стараюсь вот как бы... А, есть еще те, которые реагируют положительно для того, чтобы облизать жопу фанатам и, собственно, забайтить их на подписку. То есть, там, как-то потом, ну, короче, тоже отстойная довольно такая шлюшья история. То есть, я стараюсь быть таким... Вот, моя уникальность заключается в моей честности и в том, что мне абсолютно все равно, я не пытаюсь кому-то специально понравиться, мне достаточно того, что я нравлюсь нужной мне аудиториям. И все, небольшой. И, ну, то есть, опять же, нужной мне имеется в виду не то, что я подстраиваюсь специально, а нужной мне, то есть, именно тем людям, которые понимают, о чем я говорю и ценят это. То есть, я, по сути-то, в чем весь кайф. Я не специально для кого-то свое мнение адаптирую. Я говорю, что думаю, а меня смотрят те, кому нравится то, что я думаю. И кто согласен, и кто понимает, что для них это полезно. То есть, такая, как бы, абсолютно прекрасная история. Так вот, ну, здесь чел как бы умеет петь, но как бы с нюансами. То есть, нельзя сказать, что это великолепный вокал. Это, ну, типа, не мимо денег, по крайней мере, это в ноты как-то, это, не знаю, там, какие петухи. То есть, это вообще худшие условия. То есть, вокал практически изолированный от микса. Он очень громко здесь звучит. Ну, что-то есть, может, завышенность местами там. Еще и звук достаточно плохо сделан, вокал тоже. То есть, он чуть-чуть микрофон убрал от лица, а сразу там баланс поменялся, громкость. Скорее всего, компрессии вообще нет здесь. То есть, он достаточно умело пользуется микрофоном, то есть, именно, сохраняет расстояние правильно. И все это, как бы, делая какие-то все равно визуальные приколы. Вибрато бахает там. И это изолировано. То есть, говорю, то есть, это вот, ну, все сделано не пойми как. И даже в таком случае это не звучит ужасно. Это точно не ужасно. Мне интересно, они под конец поменяли звук как-то? Или это... Нет. Не поменяли. Ну, кстати, 40 тысяч за два часа. То есть, в принципе, ну, нормально, балдеж. Там, на пятерых, на четверых? А, ну, ну, типа, еще понятно, что это, хрен знает, в равной ли пропорции. И плюс, типа, на что это собирается? Типа, пройдут ли они это, как уважаемые люди пробухают? Или все-таки на какое-то говно потратят? Типа, там, в студии пойдут записываться и еще что-то делать? Но, в целом, как бы, прикольная история весьма. Типа, вот, то есть, как раз с моим гонораром сопоставимо. Без шуток, типа, ну, только у меня за два с половиной часа, 36, типа, получилось за говниду. Просто вы вдумайтесь, сука, гонорар говниды реально сопоставим с гонорарами. Типа, там, ну, катарсис-то очень древняя группа. Прям, типа, мне одноклассница в классе в шестом что-то травила, что вот, зацени, там, то, сё. Сука, они мои ровесники. Типа, просто группе столько лет, сколько мне. Охренеть вообще. Просто со смеха можно упасть. И просто, сука, гонорар говниды. Совмести, сопоставим. Класс вообще. Ну, в общем, если надо подсказать, как следует сделать онлайн-концерт, проконсультироваться, обращайтесь. Вот. Конечно, не бесплатно, но подскажу. Вот. Значит, и всё, едем дальше пока что. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok